Две трети коммунальных аварий в России связаны с водопроводом и канализацией. Такую статистику привел Минстрой. Чтобы цифры не пугали, правительство выделяет 500 миллиардов рублей на модернизацию отрасли. Надеемся, поможет. Другие новости ЖКХ смотрите в еженедельном обзоре. Первый день с холодными батареями. В первой декаде июля на Ямале официально завершился отопительный сезон. Последними населенными пунктами с горячими батареями были Сияха и мыс Каменный. У коммунальщиков есть примерно три недели на то, чтобы привести в порядок и подготовиться к новому сезону. Для самых северных территорий он стартует в августе. Россиянам все чаще приходят квитанции с несуществующими долгами. Сплеск жалоб фиксируют российские правозащитники. Управляющие компании пытаются компенсировать убытки 2020 года. Кто-то намеренно игнорирует факт оплаты всех задолженностей, а кто-то придумывает от себя в надежде, что жильцы все оплатят. А после до перерасчетов и вердиктов суда можно будет успешно перекрутиться. Самые проблемные ситуации в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Власти Москвы с гордостью сообщили о цифровизации сферы ЖКХ. Искусственный интеллект заменит профессионалов диспетчерских и придет на смену дворникам. В принципе, этого следовало ожидать. Если есть робот-пылесос, то роботу-дворнику сам Бог велел появиться. В Хельсинки такое уже работает. В любое время дня и ночи, при любой погоде, оценивая с помощью лазера и датчиков, необходимость и интенсивность работы. Можно податься в строители и отделочники. Они сейчас на вес золота, особенно если руки растут из нужного места. В ноябрьске это неплохо почувствовали. В декабре прошлого года переселенцы из ветхого и аварийного жилья торжественно въехали в дом номер 11 по улице Мира. Летом в квартирах случился настоящий потоп. Такой, что холодную воду можно отключать и пользоваться дождевой. Такая реновация нам не нужна. Такие рабочие тем более. Не верьте на слово, подписывая акты сдачи и приемки, а верьте своим глазам. Статьяна Забродина и Сергей Мрунько, телерадио компания «Сигма» для Нур-24.